Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. В ходе переговоров с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силы необъединенный список получил предложение сформировать правительство вместе с Союзом Зеленых и Крестьян и Прогрессивными. Как заявил сегодня один из лидеров объединенного списка Эдвардс Милтонс, теперь предстоит тяжелое заседание фракциям и решения. Причина в том, что не было достигнуто необходимое решение по устранению влияния венсполского политика Айвера Лэнбергса на Союз Зеленых и Крестьян и будущее правительства в целом. Министр охраны среды и регионального развития Марис Принджукс не исключил, что Сейм может принять решение о распуске Резыгнанской думы. По словам Спринджукса, министерство получает тревожные сообщения о различных беспорядках в Резыгнанском самоуправлении. И министерство оценит, кто должен нести ответственность за ту ситуацию, в которой сейчас оказался государственный город. Министерство финансов подало в Сейм проект поправок к закону о бюджете и финансовом управлении, который предусматривает быструю и оперативную господдержку пострадавшим от крупных стихийных бедствий и пожаров. Также законопроектом предусмотрено право министра финансов увеличивать предусмотренную законом помощь для устранения последствий катастроф, стихийных бедствий и пожаров, а также возмещения причиненного ими ущерба. Латвия поддерживает предложенное Литвой восстановление движения поездов между двумя странами, поскольку это будет способствовать мобильности населения. По мнению министерства сообщения, приоритетом является маршрут Рига-Даугов-Пелсвильнюс. О департамент сообщения Рижской думы объявил конкурс на четвертый этап строительства Южного моста. Строительство Яни Чакстагатва от улицы Валдыкю до улицы Зетной Кална и от Виены Безгатва до улицы Валдыкю в Риге. Срок подачи предложения до 5 сентября. Срок к реализации проекта – 24 месяца. В ходе проекта планируется построить транспортную эстакаду на Виены Безгатве, транспортную эстакаду на улице Валдыкю, пешеходный туннель возле улицы Лифтсиэма, транспортную эстакаду на Чакстагатве над улицей Малу, пешеходный туннель возле улицы Падурес и транспортную эстакаду на улице Зепнякална. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и соц. ухода не согласен с публичным заявлением Министерства здравоохранения о невозможности повысить зарплату медикам с 1 сентября, заявив, что это требование не новое. Профсоюз требует повышения зарплаты врачам и специалистам на 4,5%, а не медперсоналу на 70%. Инвесторы из Турции больше не питают надежд восстановить металлургическое производство в Лепе. Купленную три года назад стали плавильную печь бывшего завода Лепе с Металлургс. Они увезут в Турцию. На территории завода местное самоуправление собирается строить в дружественной среде индустриальный парк. Предстоящей ночью на Визамском шоссе и шоссе Цесис в Эцпьеболга начнет действовать контроль средней скорости при помощи фоторадаров. Автоматическая система замеряет, за какое время машина преодолевает участок пути и вычисляет среднюю скорость. Если этот показатель выше разрешенного, водителя штрафуют. Также фоторадары отслеживают техосмотр, страховку ОКТА и уплату дорожного налога. Латвийский метеоцентр пока не предупреждал об опасных погодных условиях, но метеослужбы других стран сообщают, что ожидается жара до плюс 29 градусов, а также сильный ветер до 20 метров в секунду и крупный град. Прогноз приложения WaterOnline.de. О грядущей буре в основном касается центрального и восточного юго-восточного региона Латвии. Латвия Зинес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.